Привет, ОСАМИГА! Снова вы, я и конструктор машинок под названием Кроссаут. Сегодня речь пойдет про ПВЕ, да в общем-то и не только. Хочу сразу сказать, что я абсолютно в курсе того, что это закрытый бета-тест. Уж очень мне надоело под некоторыми видео про некоторые танковые проекты, находящиеся в открытом бета-тесте, читать примерно следующие комментарии. Это игра в открытом бета-тесте, поэтому она лагает, поэтому бла-бла-бла, надо все и простить, надо сжать булки, терпеть. Поэтому некоторые проекты годами не выходят с стадии открытого бета-теста, что в принципе им не мешает собирать доход. А здесь и вовсе доступ на закрытый бета-тест на данный момент продается. И есть некоторое количество людей, которые эту игру уже купили, посмотрев мои видео. Есть еще некоторое количество людей, которые подумывают игру купить, ну дабы играть со мной на стримах и так далее и тому подобное. Ну а когда наши люди что-то покупают, они автоматически воспринимают это как уже готовый, законченный продукт. Собственно я решил сделать это видео, дабы подготовить людей, собирающихся приобрести эту игру, к тому, что местами она сыровата. Я не буду в этом видео затрагивать такую тему, как рынок и то, что в этой игре можно собрать убер-машину, да, из самых крутых деталей, проведя где-то боев, наверное, 15-20 и просидев недельку-другую на рынке, занимаясь спекуляцией и барыжничеством. Речь пойдет исключительно об игровых режимах и о том, каким образом они в этой игре устроены. Дело в том, что здесь, как и в арматке, есть ПВЕ. И оно здесь не просто есть, что типа хочешь играй, хочешь нет, а оно здесь очень даже навязано. Дело в том, что только в ПВЕ добывается медь, а это чертовски важный и дорогой ресурс для крафта. Сразу хочу официально заявить, что к ПВЕ различным боям и режимам в онлайновых играх я отношусь очень даже негативно. Поскольку, поскольку, если бы я хотел убивать тупых безмозгих ботов пачками, я бы играл в Мэд Макс. Там можно и тачку крафтить, и боевка есть, и ботов там просто жопой жуй. На данный момент в игре есть три режима ПВЕ, которые меняются раз в сутки. В это видео попал самый, наверное, лучший режим ПВЕ для фарма Медиа. Здесь нужно ездить по точкам и собирать ресурсы за определенное время. Также есть режим защищать нефтяные вышки, которые атакуют боты. Это на втором месте находится по удобству и простоте добычи меди. Потому что боты приезжают на точку и начинают атаковать вышку, а не вас. То есть как минимум половина снарядов летит не в вашу машину, а в вышку. Ну и третий режим, самый худший, это эти же самые вышки уничтожать. Во-первых, вышка сама на нормальной сложности отбивается так, что дай боже. У нее есть и ракетницы, и башни, и пулеметы. Плюс ко всему боты мешают ее ушатывать. Больше других весят боты, у которых на носу установлено сверло. Которым они в вас тыкаются с разгону и этим самым отстегивают вам колесо. За все три режима, хоть они и отличаются между собой под сложности, награду дают примерно одинаковую. Да что там примерно, в основном одинаковую, вы за победу получаете от 20 до 23 единиц меди. Из чего мы с корешами довольно быстро сделали вывод, что не стоит тратить время бензина на режим уничтожения вышек. Потому что каждый третий бой, если не чаще, команда этот режим проваливает. Потому что олигофреноиды, которые попадают к вам в команду, занимаются не уничтожением вышек, а веселым отстрелом ботов. Ну а вышки за них кто-то, видимо, другой должен уничтожать. Пока они наколачивают фраги, набивают себе опыт, дабы получить две бонусные единички меди. Как это мило. За выезды в режим ПВЕ, в свою очередь, вы расплачиваетесь бензином. Бензин вы добываете в режиме ПВЕ. При этом вы должны с собой возить бочку, в которой вы будете бензин набирать. За один бой вы привозите 25 единиц топлива. При этом на сложности изи в режиме ПВЕ вы тратите десятку, на сложности нормалек вы тратите сорокет. Попытка возить с собой 2, 3, 4 бочки, дабы вывозить из ПВП больше бензина, успехом не увенчалась. Сколько бы бочек на машине не было, больше 25 за бой получать не удалось. К тому же, чтобы бензин капнул, в прямом смысле, вам в бензобак, вы должны в этом бою выжить и вроде как даже уберечь эту самую свою бочку. Помимо бензина, также в ПВП добывается металлолом, причем больше всего его дают в том случае, если вы проиграли и вас как следует отдрючили. Также маленькими порциями в ПВП добывается проводка, ну и всякий хлам, который можно либо разбирать, либо также использовать для крафта. Ну а теперь, как я уже сказал, отбросив вариант барыженчества на рынке, где все это можно покупать по самым разным ценам, иногда выгодно, а если срочно, то не выгодно совсем. Ну и плюс ко всему, на рынке сидеть это скучно, а играть это все-таки повеселее, да? И это основной способ добычи, в общем-то, мне кажется, для большинства будет именно бои. Короче, в итоге мы получаем замкнутый круг. Для того, чтобы играть в ПВЕ, нам нужен бензин, который добывается в ПВП, причем победными боями. А для того, чтобы побеждать в ПВП, вам нужны крутые пушки, которые не скрафтить без меди, который добывается в ПВЕ. Похоже на старый бородатый анекдот. Не ебут, потому что прыщи, а прыщи, потому что не ебут. Плюс ко всему, при поражениях в обоих режимах у вас изнашиваются детали. Вот эти вот фиолетовые пушки, оранжевые, синие, все ваши крутые вещи при поражениях будут ломаться. Поэтому многие умники фармят ПВП на самых донных тачках. Ну, естественно, усиленных по минимуму какой-нибудь там крутой пушечкой. Дабы балансный вес кидал их к днищам полным, которые в игре только-только зарегистрировался, их было как можно проще нагибать. И при этом при поражениях, естественно, базовые вещи прочность свою не теряют. Ну, а на своей основной тачке, которая, как водится, нереально крута, они играют только в ПВЕ. Вот это вообще странно, собирать классную тачку, чтобы не играть на ней в ПВП. Вы бы хотели иметь в гараже Феррари, на который вам нельзя ездить? Не, ну понятно, что хотели бы сравнение говно, но в этой игре я вот этого не понимаю. Сто процентная вина за это лежит, в общем-то, на системе ремонта в этой игре, которая на данный момент вообще просто не кокущая. У вас есть только один способ отремонтировать сломанную вещь. Сломать еще две точно таких же и из трех сломанных сделать одну целую. Что, в свою очередь, просто капец как невыгодно. Потому что этот сломанный синий пулемет пригодится вам для крафта фиолетового пулемета. Да-да-да, сломанные вещи здесь годятся для крафта. Таким образом, вообще нет никакого смысла делать из трех сломанных вещей одну, если можно из этих трех сломанных вещей скрафтить три вещи целых. Короче говоря, в системе ремонта, крафта и торговли на данный момент творится какая-то дичь. И если вы хотите начать играть в эту игру прямо сейчас, вам в эту дичь так или иначе придется втягиваться. Вообще, в будущем в этой игре я бы хотел видеть как можно больше разнообразных вариативных режимов, чтобы играть в них можно было и с ботами, и с людьми. То есть производить добычу меди в боях с людьми, так и производить добычу бензина в боях с ботами. Вообще, можно сделать, например, режим такой, как одна команда должна украсть у другой бензин из вышки, а другая команда, она же первая, должна эту самую вышку оборонять. Ну, пусть будет не вышка, а целый укрепрайон, чтобы надо было сначала сломать стену, там уничтожить турели и на бензовозах, собственно, вывозить с территории бензин. К тому же реализовать возможность устанавливать на машину несколько бочек, дабы бензин наливать во все. То есть, чтобы игроки крафтили себе такие тачки, которые будут с сочетаниями боевых машин и бензовозов, чтобы они действовали как слаженная команда, чтобы бензовозы возили бензин, а в это время их, собственно, прикрывали машины боевые. Ну, а команда защитников, естественно, должна быть охотниками на эти самые бензовозы, дабы препятствовать вывозу бензина со своей территории. То есть, взорвали бензовоз, подхватили бочки там какие-нибудь и увезли их обратно. В общем-то, это можно балансировать, это можно превращать и в ПВП, и в ПВЕ вариантов масса. Также предлагаю режим адски кровавого замеса, в котором обе команды будут на что-то охотиться на перегонки. Например, на какие-нибудь колонны транспортные, которыми будут управлять боты. Один там транспортный грузовичок, который перевозит партию меди, ну и с ним еще пару каких-нибудь мелких шакалов. Так вот, таких грузовиков на карте будет ограниченное количество, а возможно, они будут появляться по таймингу. И вот обе команды устремляются к этому самому каравану и начинают дико прессовать ботов и уничтожать друг друга. Победу в бою одержит та команда, которая, собственно, вывезет больше меди на свою базу. Ну, естественно, в таких режимах, да, где происходит такое адское месилово, количество возрождений должно быть, ну, как минимум три, и они должны быть бесплатны. Также сильно смущает наличие в этой игре самонаводящихся ракет и отсутствие какой-либо внятной защиты от них. От них на открытом пространстве хрен убежишь, и, естественно, казов никаких в игре нет. Я думаю, что все-таки надо бы какой-нибудь фракции эти самые казы для защиты завести. Также есть такая штука, которая вашу машину делает невидимой на какое-то время. Ими пользуются таранщики, люди, которые установили на нос свои машины максимум воорудования для тарана и пил. Они уходят в невидимость, разгоняются и просто врезаются вам в лоб, после чего у вас разваливается половина машины от такого дикого удара. Мне кажется, что имеет смысл какой-нибудь фракции дать какой-никакой радар, чтобы по мере возрастания крутизны этого радара он обнаружил этих самых немедимых. Ну, типа, что дерьмовый радар обнаруживает врагов, когда уже, в общем-то, практически поздно. А если у вас радар артефактовый, ну, какой-нибудь оранжевый, то обнаруживал врагов где-нибудь на дистанции подальше. Мне кажется, что это было бы логично и круто. В общем-то, на этом, наверное, все, что я бы хотел сказать об этой игре на данный момент. Я играю в ней уже, ну, почти неделю, пока, в общем-то, по большому счету, все меня устраивает. Единственное, что надеюсь, что разработчик не будет сильно тянуть за хрен енота, и как можно быстрее введет в игру новые режимы, в которых будут уже нереально крутые замесы. Мне кажется, что именно в такой игре, где каждый игрок играет не на сбалансированной машинке, да, сбалансированной относительно другой техники в игре, а на конструкторе собственного ручного производства. Так вот, в такой игре разнообразие разных режимов добавит просто нереальное количество фана, и целевая аудитория определенно за этим фаном потянется в проект. В общем, у меня на этом все. Как обычно, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите, и все такое.